в книге матфея 5 глава иисус христос говорит следующие слова относительно брака и развода 31 стих сказано также что если кто-то разведется с женой своей пусть даст ей разводную вы знаете что такое было постановление в законе моисея но иисус обращаясь к людям говорит следующие слова а я говорю вам кто разводится с женой своей кроме вины любодеяния тот подает ей повод прелюбодействовать и кто женится на разведенной тот прелюбодействует сегодняшний мир настолько стал легкомысленным и вошел в состояние садома и гаморы что казалось бы что уже многие верующие абсолютно легкомысленно относятся к такому вопросу как брак и развод когда иисус христос говорил эти слова о браке и когда апостолы иисуса христа писали о браке то на то время на мой взгляд люди относились к вопросу женитьбы брака намного серьезнее чем относятся сегодня раньше на мой взгляд в первых христианских церквях если вдруг мужчина или женщина будучи верующими подали бы на развод это наверное было бы катастрофической вещью мне кажется что разводы в первых христианских церквях были очень и очень редкие потому что люди учились люди боялись господа бога и они со всей ответственностью вступали в браке сегодняшний на мой взгляд люди слишком легкомысленные многие христиане вступают в брак потом что-то их не устраивает друг в друге и они с легкостью разводятся и такие мужчины или женщины снова вступают в брак но иисус христос сказал что мужчина который бросает свою жену не на основании ее прелюбодеяния а на каком-то любом другом основании тот мужчина подает ей повод прелюбодействовать то есть сам процесс развода вне прелюбодеяния уже является неправильным такой мужчина и такая женщина покидает друг друга они ставят друг друга на краю пропасти разведенная женщина которая разводится со своим мужем или которую бросает муж он бросает ее оставляя ее на краю пропасти потому что у нее в данной ситуации будет соблазн выйти замуж при живом мужа а если при живом мужа выйдет замуж говорится что она будет прелюбодейцы и всякий кто женится на такой женщине которая разведенная будет также жить в прелюбодеянии я считаю прежде чем вы хотите жениться или выйти замуж вы должны подходить к этому вопросу со всей ответственностью и не должны оставлять супруга или супругу свою просто потому что у вас бывают ссоры недопонимания и все остальное еще апостол павел говорил если вы женитесь или выйдете замуж вы не согрешите но вы будете иметь скорби по плоти все ваши семейные скорби вы должны проходить вместе вдвоем потому что дьявол всегда будет нацелен на то чтобы развалить любую христианскую семью но если вы ответственные люди если вы любите всем сердцем иисуса христа то вы будете любить и друг друга и переносить все трудности жизни которые вы встречаете на своем пути друзья никогда не разводитесь развод это дьявольская вещь бог он всегда против развода иисус христос желает чтобы его дети сыновья и дочери божьи вступали в брак рождали детей и жили счастливой жизнью но если ты вступаешь брак неосознанно и легкомысленно то не осуждай за это никого к сожалению многие верующие сегодня мужчины или женщины выходят замуж и женятся по пророчествам как часто мне приходилось это видите слышать когда какие-то братья или какая-то парочка сестер пророчествуют тому или иному брату говоря вот господь открыл что этот брат эта сестра является твоим мужем и ты по воле божьей должна или должен жениться на ней или выйти замуж это слишком легкомысленно таким образом на мой взгляд действуют духи обольстителя прежде чем вступить в брак вы должны подойти к этому молитвенно и заглянуть свое сердце а любите ли вы этого человека или он вам просто симпатичен или просто вы фантазируете в своих мыслях жениться на нем или не жениться выйти за нее замуж или не выйти но вроде хорошая сестра вроде хорошенький брат и квартирка есть и работа вроде есть и вроде он замечательный человек я скажу тебе это только первый внешний взгляд если ты не уверена что ты любишь этого человека что ты сможешь с ним прожить всю жизнь и если ты не уверен что ты любишь эту сестру никогда не делая предложение потому что совершив ошибку один раз ты сможешь испортить жизнь и себе и другому человеку всегда старайтесь подходить к этому вопросу в молитве старайтесь не делать поспешных решений потому что результат может оказаться плачевным а если вы уже и вступили в брак то не разводитесь живите в любви иисуса христа храните любовь божью и пребывайте в учении иисуса христа если ты сестра и ты хочешь выйти замуж и ты встретила молодого парня то знай что вступая в брак с этим человеком вступая с ним в жизнь перед господом ты становишься связаны законам законом за мужество брачным законам с этим человеком ты должна будешь жить с ним всю свою жизнь ты не сможешь никогда выйти повторно замуж до тех пор пока жив твой муж еще апостол павел говорил по этому поводу коринфской церкви что жене нельзя разводиться со своим мужем но даже если она и разведется должна оставаться безбрачная или примириться со своим мужем иначе она будет во грехе при любодеянии некоторые христиане прочитав слова апостола павла где говорятся следующие слова если неверующий муж хочет развестись то такие свободны но вы свободны от замужества но вы не свободны вступить в повторный брак при живом мужем вы способны от всех своих женских обязанностей вы свободны от всех своих обязанностей по отношению к данному мужу но нигде евангелие не учит нас что вы свободны вступить в повторный брак это слишком серьезно многие из женщин многие из христианок уже находятся в разводе и они не знают что теперь им делать но почему же вы прежде чем вступали в брак не изучили эту тему почему вы не подошли к этому глубоко и молитвенно вы скажете брат евгений я не виновата что меня бросил муж это он был инициатором развода это он бросил меня да если он бросил тебя он категорически неправ он во грехе и наказание от господа для этого человека последует не на этой земле так он получит свое наказание за этот величайший грех потому что он тебя ставит в искушение прелюбодействовать некоторые из людей говорят цитирую апостола павла лучше вступать в брак нежели разжигаться и некоторые решили лучше разведенным вступать в брак чем разжигаться друзья апостол павел не говорил относительно разведенных он говорил относительно безбрачных те которые не замужем те которые не женаты что лучше конечно же им вступать в брак чем разжигаться но говоря о разведенных то я так скажу лучше иметь разжигание чем вступать в прелюбодеянный брак ведь само разжигание само по себе она не является грехом само разжигание физические чувствования желания секса это не грех эти чувства вложенные в тебя в господом богом бог так создал нас поэтому само разжигание это не грех но греет вступать в прелюбодеянную связь а прелюбодейцы как говорится божьего царства не наследует некоторые из вас говорят я вступила в брак неправильно вот и я бросила мужа и я в этом покаялась в том что я бросила мужа и я вступаю в повторный брак но обратите внимание ведь когда вы вступили в брак это не было грехом сам брак по себе абсолютно не является греховным вы ничего не нарушили вы ничего не сделали неправильного вы вступили в нормальный священное так сказать брак перед господом но вы должны были его хранить это то же самое когда вы получаете крещение духом святым вы становитесь одно с иисусом христом но вы должны сохранить свои отношения с богом до пришествия иисуса христа ну или до последнего вашего дыхания вы должны хранить свои отношения с господом богом то же самое здесь когда вы на первом начальном этапе полюбили друг друга женились вышли замуж но со временем вы стали встречать различные жизненные ситуации дьявол начал на вас обрушиваться так вы должны были хранить этот семейный очаг и эту любовь и еще больше в ней возрастать но если вы послушались дьявола он довел вас до развода поэтому если вы сегодня в разводе я советую вам примириться друг с другом и никогда не подавать дьяволу повода к таким вещам никогда не оставляйте ни супруга не свою супругу даже в природе обратите внимание на мой взгляд прекрасный пример это лебеди они всегда имеют одну пару и они с ней никогда не расстаются ведь когда вы давали обед друг другу вы говорили что ничто не может разлучить нас только смерть но почему вас смогла разлучить какая-то бытовая ситуация почему вас смогло разлучить какое-то человеческое недопонимание друг друга неужели вы забыли что вы являетесь детьми божьими и что вы должны искать всегда мира и спокойствия для своего сердца иисус христос желает чтобы его детей были крепкие здоровые семьи иисус христос желает чтобы ты вышла замуж всего лишь один раз и навсегда жила с человеком которого полюбила на мужчине также огромнейшая ответственность когда он берет женщину себе в жены потому что он полностью берет ответственность за то как он будет с ней жить и поступать если ты бросаешь женщину не за ее прелюбодеяние хотя на мой взгляд я верю что милость превозносится над судом я считаю что христиане не должен разводиться даже по причине прелюбодеяния я считаю что он должен прощать своего супруга или свою супругу конечно же если она хочет с ним жить если она ему изменила бросила его ушла к другому то это уже ее проблема а не проблема супруга конечно предательство измена это всегда боль это удар и немногие могут перенести такой шок и такое состояние но только лишь в любви божьей можно все преодолев устоять и сохранить семью сегодня иисус христос хочет чтобы каждый из нас чтобы вы имели мудрость от него чтобы вы настолько держались иисуса христа чтобы в действительности вас ничто не могло разлучить даже смерть кстати смерть вас может разлучить только лишь по плоти но по духу она вас не может разлучить потому что вы и ваша супруга будут в небесном царстве вы будете находиться там вместе всю вечность и я думаю что когда мы будем в небесном царстве мы будем знать что то мужчина или эта женщина это твой родной человек с которым ты прожил всю жизнь родил детей прожил счастливо перенося все трудности верующие дети божьи не бойтесь трудности и не чуждайтесь их вы все можете преодолеть вспомните апостола павла который сказал замечательные слова я все могу в укрепляющем меня иисусе христе почему многие из христианок при любой семейной проблеме сразу бегут к маме почему некоторые братья сразу бегут к своей маме это вообще для меня парадокс когда здоровый мужик бежит к своей маме за совет там и который в послушании у мамы ему уже 30 или 40 лет но он мамочкин сынок который во всем слушается и и беспрекословно и для меня вообще является парадоксом когда девушка выходит замуж но муж ей все равно не глава не авторитет все равно она слушается во всем маму если вы вступили сознательно в брак то вы как женщины переходите из подглавенство своего отца и матери подглавенство своего мужа рано как и муж говорится оставить человек отца и мать и прилепится к жене своей и будут двое одна плоть один человек или другими словами один организм одна душа один дух и одно сердце это священный союз который заключается между мужчиной и женщиной перед иисусом христом сегодня я хочу чтобы вы пересмотрели свои отношения если у тебя семейные проблемы и трудности то остановись отдышись не усугубляй ничего не доводи себя до развода до нервного срыва до развода с мужем или женой ищите прежде всего царствия божьего все остальное вам приложится друзья всех вам благословения я хочу чтобы вы были мудры и ответственны за каждое из своих решений аминь